Это конец! Простите меня, пожалуйста, но больше я не могу после аварии! Я осталась совсем одна! Прощайте, дочки! Что вы делаете? Стойте! Это же Влад А4! Влад А4 стал папой в реальной жизни! Да, у него родилась дочка! Стоп! Одна же дочка? Почему у них два малыша? Мяу, кто успеет за три секунды поставить лайк и подписаться, тот летом поедет туда, куда он мечтает! Три, два, один! Мур, люблю тебя! Балди, Лера, мне не верится! Мы приезжаем в новый город! Мне нужно срочно уехать по работе! Я надеюсь, вы сможете сами снять квартиру в новом городе! Да, конечно! Не волнуйся! Что с нами может случиться? Все будет хорошо! Малина, ехай куда тебе надо! Покушать нам! Мне страшно немного! Точно все будет хорошо у вас? Верь в нас! Ладно, я поехала! Пока! Доктор, я уже рожаю! Да, помогите, моя Юля! Она уже рожает! Это что? Сам Влад А4? А че уметь? Я буду принимать роды его жены! Обалдеть! Я думаю, они мне заплатят очень много денег! Юленька, садитесь! Конечно, будут все в лучшем виде! Да, пожалуйста! Мне очень важна безопасность моей девушки и моего ребенка! Влад А4, ни за что не волнуйтесь! Так, я уже представляю, что мне заплатят либо 1 миллион, либо 2 миллиона! А это же лучшие роды будут у меня! Надо все сделать в лучшем виде! Юля, не волнуйтесь ни за что! Идите, я вас послушаю, чтобы не было никакого воспаления! Конечно, конечно! У меня здесь все в полном порядке! Снимите сережки! Да, я сделаю все, что вы скажете! Сейчас уже скоро начнутся! У вас отличные схватки! Здравствуйте! Нам, пожалуйста, самую недорогую квартиру снять мы хотим, да? Да, пожалуйста, у нас немного денег! Обалдеть еще на работу не устроился! Кстати, да, тут недалеко в школу! Планирую пойти работать и сразу же переедем куда-нибудь! Ну, чтобы квартира была с холодильником и туалетом! Простите меня, доченьки! Я не могу больше! Я понимаю, что вы только родились! Но у меня совсем нет сил! Я не хочу ничего! Прощайте, девочки мои! Мне очень плохо! Я осталась совсем одна после аварии! И никому не нужна! Я не хочу больше! Нам нужно идти! Девушка! Девушка, стойте! Что вы делаете? Кто вы? Пожалуйста, не трогайте меня! Я хочу побыть одна! Вы что? Как вы могли? Я могу вам помочь! У вас девочки только родились! Им нужны лучшие условия! Вы знаете, что у Влада А4 сейчас жена рожает в больнице! Я знаю, как вам помочь! Вы хотите, чтобы ваша дочка воспитывалась в лучшей семье? У нее все будет! Это невозможно! Вы что? Как вы это сделаете? И она мне рассказала один важный секрет! Чтобы я обратилась к доктору и смогла подложить свою дочку Владу А4! Ну, это невозможно! Но она рассказала страшный секрет, из-за которого мы не должны были помочь в этой больнице! Неужели это сработает? Я должна ей помочь! Девочки должны жить! Я отправилась в больницу! Мне было жутко страшно! И тут моя еще дочка расплакалась! Чш-чш-чш! Не плачь, пожалуйста! Как раз администратор отошла! Все повторялось, как эта девочка мне рассказала! Неужели мне все получится? Мне нужно было только вызвать определенного врача! И, возможно, все удастся провернуть! И мои девочки будут жить в богатой семье! И не будут ни в чем нуждаться! Но мне было жутко! Влад А4, вы меня звали? Да, я не могу выбрать! Наверное, я возьму все, что у вас продается в этом магазине! Юленька, роды уже совсем идут! Давайте, мы сейчас с вами увидим вашу прекрасную доченьку! Давайте, давайте! Вот, она уже появилась! Какая она красивая! Ой, Юля, вы теряете сознание! Аккуратно, аккуратно постарайтесь не потерять сознание! Что вы себя нормально чувствуете? Ну, я пока положу малышку вашу! Она очаровательна! Посмотрите, какая она красивая! Так, ну мне точно миллион долларов за нее заплатят! По-любому! Владу надо сказать, что его дочка родилась! Что вы хотели, девушка? Вы меня звали? И тут я все рассказала, что мне говорила эта девушка на озере! Он очень сопротивлялся, доктор! Но я плакала и рассказывала ему тот секрет, которому поделилась со мной! Я пригрозила ему, что если он мне сделает все, что мне надо, я расскажу этот секрет! И тогда он точно лишится всего, что у него есть! Вначале он сердился, но потом выполнил мою просьбу! Но он сказал, что можно взять только одного ребенка! Две дочки он не сможет подкласть! Пока Юля была без сознания, он все это провернул! Блин, если кто-то узнает об этом, мне точно хана! Но в принципе, такое бывает! Почему бы и нет? Пока Юля без сознания, я скажу, что у нее родилась еще одна малышка! Так, главное делать вид, что все так и должно было быть! Так, надо не придавать никакому значению, что мне страшно! Так, я сделаю сюда одну малышку и вот сюда спрячу вторую! Все, все так и было! Так, Юля пока еще без сознания! У меня все получилось! Сделаем улыбку, что все прекрасно! Так, уходите быстро из моей больницы! Ну а второй ребенок? Нет, я второго не могу подложить! Влад и четыре роды прошли прекрасно! Ваша девочка прекрасно себя чувствует! Спасибо огромное, доктор! Вы не представляете, какая радость понимать, что я сейчас увижу свою доченьку! Я же ее назову Оливия! Вы знали, что мою дочку будут звать Оливочка? Вот смотрите, какая она прекрасная! Ой, боже мой! Вы так и одели ее в мой золотой костюмчик, как я попросил! Она просто великолепна! Смотрите, у нее мои глазки! Что? Стойте! Что? Почему двое детей? Доктор, как это возможно? Ааа, я сама ничего не понимаю! Что это такое? Ааа, как это возможно? Ааа, я не знаю! Ааа, откуда? Доктор, у нас точно было на УЗИ одно! Вы знаете, вы не поверите! Но у вас двойня! Влад и четыре, вы самый счастливый папа! У вас двое малышей! Ааа, как это возможно? Такое бывает! Вы же делали УЗИ только на раннем сроке? Да, мы сделали одно УЗИ, только когда можно было! Правильно! Вот тогда второй малыш и спрятался! Вы же не хотели делать больше УЗИ, иначе бы вы увидели, что у вас близняшки! Боже мой, Юля, Юля, просыпайся! Ты не поверишь, что происходит? Юля без сознания еще? Ну что вы, она уже себя прекрасно чувствует! Она просто еще спит! Юля, Юля, скорее просыпайся! Влад, что случилось? Что-то случилось с нашей дочкой? Их двое! Не поверите, Юля! О боже мой, у меня близняшки! А вы знали, что в моем роду у моей мамы были тоже второй близняшки? Поэтому это возможно! Ну вот видите, Юля, вот у вас прекрасные две девочки! Я знал, что вы поймете! Ааа, Юля, я немного не понял! Ой, что-то малышка плачет! Это что, правда, у нас двое девочек? Ну, это же прекрасно! Влад и четыре, вы что, не рады своим дочерям? Это же такое чудо, что теперь у вас их две! Влад, это же классно! Мы справимся! Это так круто! Но мы не ожидали двух девочек! Да ну и что, это чудо! Конечно, чудеса надо верить! Пойдем скорее! Мне не терпится рассказать эту новость маме! И всем-всем-всем! Представляешь, какие все будут в шоке! Да я сам в шоке, если честно! Как это вообще возможно? Теперь нам нужно несколько колясок! Теперь, глянь, как мы в новом городе Аватар Ворлд легко нашли магазин крутой! С продуктовый, с пчелками! Знаете, какие все добрые! А сегин ориентируемся! Карточку взяла? Молодец! Да, взяла! Ну что, пойдем что-нибудь купим нам подушать! Так, хорошо! Ой, посмотрите, мальчик что-то нам рассказывает! Подожди, они как-то на нас очень подозрительно смотрят! Мы даже ничего не купили и не сделали! Ребята, не волнуйтесь, у нас есть деньги! Паша, извините! Мы вас заплатим, не переживайте, мы ничего красить не будем! Такие странные продавцы! Ладно, Лера! Он на меня кричит! Ну их нафиг! Я, пожалуй, пойду по овощам пройдусь! А я пойду себе мороженое куплю! Вау, они тут такие красивые и вкусные! Вау, Лера, я пошел на капусту! Куплю нам капусты! Окей, я пойду мороженое куплю себе! Такой классный магазин! Такой вкусный! Сейчас я уйду! Вот, надо пойти себе мороженое купить! Это самое крутое! Балди! Балди! Я знаю, что вы новый у нас будете учитель в школе! Понимаете, у меня такая проблема! Я очень хотела бы просить вас посидеть с моей малышкой! Она такая милая! Она почти не плачет! Вы могли бы с ней посидеть один день? Так приятно! Меня уже все узнают! Я только первый день в городе, меня уже все знают! Ну, я не знаю, я вообще-то никогда с детьми не сидел, не присматривал! Ну, вы говорите, там один день? Я даже прямо не знаю! Ну, давайте попробуем! А вы точно? Ну, может быть, возьми... Ну, я говорю, ну, хорошо! Я согласен! Если вам больше пойти некому, давайте послежу за малышом! Ну, разве что только один денек! Да, всего лишь один день! Не волнуйтесь! Балди, я сразу ее заберу! Мне просто нужно срочно уехать! А мне не с кем оставить малышку! Спасибо вам огромное! Блин, я не знаю даже... Ну, хорошо! Пойдем, малыш! А что малыши кушают? Лера, прикинь! Так, все! Мари, я мороженое купила Балди! У меня есть для тебя чужая новая! Балди, что это такое? Где ты его нашел? Я в капусте нашел! Балди, мне не пять лет! Ты не мог малыша найти в капусте? Они не берутся с капусты! Где ты его нашел? Ну, в общем, проходила женщина, и мне попросила с малышом посидеть всего лишь один денек, да? Один день, точно? Да, точно! Она знает твой адрес? Как она вернется за ним? А нет, она не спросила, кстати! А номер телефона? Я ей не давала, и она мне не давала! Ты ее вообще знаешь? Я первый раз вижу! Балди! Ну, блин! А как она теперь нас найдет? Лера, я не знаю, что же нам теперь делать? Ну, что-что? Иди с этим малышом! Лера, ты умеешь сидеть с малышами? Нет! Балди, смотри, какая прикольная квартира! Клево! Малине понравится то, что мы сняли, да? Она будет нами довольна! Так, давай! Ну что, а чем будем кормить малыша? Балди, а ты... Как ты думаешь, он будет? Ананасы? Может быть, какие-нибудь эти баклажаны? Балди, а ты купил молочко? Нет, а что, малыши не кушают еду обычно? Нет, малыши не кушают обычно еду! Балди, что ты думал? Я думал, он будет кушать, ну, наши там консервы всякие! Ты издеваешься! Колбасу! Он не будет обычно молоко есть или вообще какие-нибудь капусты! Ладно, поехали в магазин, тогда купим ему смесь и молочка! Да, поехали! Что дети кушают? Ой, какие классные автобусы! Нам придется поехать в больницу, потому что в больнице только продается смесь! Все, пойдем! Так, давай, балди! Присаживайся возле меня! Купи, пожалуйста, билет, Лера! Хорошо, хорошо, сейчас! У меня денег нету! А, ну ладно, поехали тогда так! Я думаю, нам разрешат! Мы все-таки с малышом! Так, Лера, куда мы приехали? Мы должны были приехать в магазин детских товаров! Нет, мы должны были приехать сюда, да! Ага, прекрасно! Так, что мы здесь будем покупать малышу? Так, здрасте, можете нам, пожалуйста, купить одежду и игрушки? Она там что-то стоит делать? Лера, много не набирай, пожалуйста! У нас не так уж и много денег! Ну, подожди, тут такие красивые одежда! Мне нужно посмотреть! Смотри, какая пеленочка такая! Есть такая еще! Ну что, Лера, ты так классно в детях разбираешься! Так, поехали в больницу, тут есть смесь! Отлично! Здравствуйте, нам можно, пожалуйста! О, это же Влад А4! Говорили то, что у него, наконец, родился ребенок! Только говорили то, что у него один родился! А почему у них двое? У него же вроде девочка одна! Почему у них двое? Кстати, посмотри, вторая девочка так же одета, как и наш ребенок! Все это очень подозрительно! Да ладно, может показалось? Не думаешь? Ну, не знаю! Посмотри, прям, они похожи, как двойняшки! И в любезняшке! Посмотри! Не знаю, Лера! Пойдем обращай внимание! Пойдем! Так, здрасте, нам молочка, пожалуйста, чем-то ребенка нам кормить надо бы! Все еще это очень сильно странно! Вот посмотри! Они прям одинаковые! Ты тоже так думаешь? Да, они... Мне кажется... Они типа очень-очень сильно похожи! Мне кажется, они хотят нам отдать одного из своих детей! Слушай, может быть, один ребенок не их? Что? Ладно, ладно, все забыли! Так, давайте пойдем молочко покупать! Так, давайте... Вера, ты разбираешься в молочках? Нифига! Но мы что-то купили, это хорошо! Так, давайте... Вера, ты дом себе только не набирай! Мы все для малыша! Мы очень ограни... Давайте скорее выносить коробки, пока этот Влад не вернулся! Я что, зря работала на него столько лет? Я все знаю, пока охранник спереди дома! Я все организовала! Поэтому наше ограбление пройдет вообще идеально! Ну, это красотка придумала! Быстрее выходим! А то Влад... Что? Почему? Что здесь происходит? Ээээ, я ничего не понимаю! А, вы что, так рано вернулись в больницы? А, мы тут просто коробки выносили! В смысле, с нашего дома коробки? Эээ, по-моему, нас спалили! Ограбление не получилось, давайте, Кать! Заберем пару коробок с собой! Я не знаю, почему вы вернулись раньше времени! И вообще, вы мне не доплачивали зарплату! Я столько лет на вас, Влад, работала! Я просто взяла немножко того, чего вам вообще не надо! У вас столько всего ненужного в доме! Это просто лишние коробки! Я на благотворительность хотела все забрать! Вы что, как вы могли? Эээ, по-моему, ограбление закончилось отвратительно! Кошмар, я ей доверял! Влад, что же нам делать? Наши эти сотрудники вообще! Влад, я не понимаю, как это произошло! Она сказала, что просто вы переезжаете и эти коробки выносите! Это некоторые старые вещи! Вы работаете на меня столько лет! Ну да, Влад, простите, я ее спрашивал! Она все так рассказала и показала ваш звонок и переписку! Я не понимаю, как это получилось! Вы уволены! И вообще, все уволены! Я вас всех нанял, чтобы вы столько сделали хорошего, а вы даже не смогли остановить ограбление моего дома! Ну, простите, Влад, я сам не понимаю! Я даже не дремал! Я не спал, как обычно! Я буду возле дома охранять, не волнуйтесь! Кошмар, как я могу теперь доверять! Влад, мне страшно оставаться! У нас охранники даже не могут нас охранять! Ладно, не переживай! Я вызвал новую систему охраны, поэтому нас будут защищать, Юля! Не волнуйся, я оберегать буду тебя и наших девочек! Ой, Влад! Что? По-моему, кто-то сходил в туалет! Хочешь поменять памперс? Юля, я еще не готов! Ой, смотри, сколько здесь новых вещей нам надарили! Это невероятно! Смотри, я даже коляску уже для двух девочек взял! Вау, Влад, ты такой быстрый! Здесь столько одежды! Ну все, у меня будет самое лучшее у моих девочек! Юля, а как ты думаешь, они близняшки? Не знаю, мне кажется, они не сильно похожи! Ну не волнуйся, Юля, когда они подрастут, это будет понятнее! А, я пока почитаю книжечку, а ты поменяй памперсы! А, Юля, давай уже няню побыстрее наймем новую, потому что надо девочкам несколько нянь! Пока Юля спит, мне нужно как-то их переодеть, а я это не очень умею! Так, малышка, иди сюда! Мы придумали имя только одной девочки! Что же делать? Ч-ч-ч-ч, не плачь, не плачь! Тебе тоже нужно имя! Тихо-тихо-тихо, ты какая-то у нас совсем капризная! А Ливия такая спокойная, а ты совсем капризная девочка! Ну ничего, ничего, я сейчас тебя быстро переодену! Не волнуйся, я тебя и покормлю, я же самый лучший папа! Так, хорошо, будешь у меня вот таким милым енотиком! Бери сосочку и бутылочку! Да что ж ты опять плачешь? Ч-ч-ч-ч-ч! О, я уже не справляюсь, нам срочно нужна няня! Срочно! Вызываю няню! Так, к нам идут новые няни! Отлично! Ну, привет! Какому тут мальчику нужна няня? Я буду самой лучшей няней! А, вы что, няня? Вы точно няня для детей? Да, я еще и могу вашего мужа понянчить! А, нет, нам не нужна такая няня! Ну что вы, я самая лучшая, а у меня лучшие рекомендации! Я закончила много-много вузов по воспитанию и раннему развитию малышей и также мальчиков! Нет, спасибо, нам такая няня не нужна! Влад где-то ее раздобыл! Я не знаю, это ее прислали! Здравствуйте, я ваша новая няня! Фух, это уже лучше! Ну, не знаю, Юля, ты уверена? Влад, зато она взрослая и опытная! По-моему, она тут очень взрослая, Юля! И очень старая! Не надо так говорить! Ты что, она как бабушка будет девочкам! Не волнуйтесь, наставили своих камер вот этих всех! Хотите каждый шаг мой следить? Я хорошая бабушка и внимательная! Воспитаю ваших девочек прекрасно! Камеру только сейчас выброшу, а то следят за мной! Юля, она хочет камеру выбросить! Да, нам что-то совсем не везет с персоналом! Наконец-то мы все купили! Супер! Ну что, покормим нашу малышку теперь? А, Балди, а что это за куча у нас на полу? А ты что, кота завела, Лера? Нет, я никого не заводила! И я не заводил! Тогда от кого это? А может, это соседский кот? Мы, наверное, дверь была открыта, и кот забежал! Я так и знала! Так, вы тут еще хозяева, наверное, дверь бросили! Что должны за котами убирать? Ну, Лера, а у нас когда-нибудь появится свой котик? Я надеюсь, вот как весело! Так, все! Сделай пока еду! Так, Балди, у меня первый день в школе, мне нужно спать уже идти! А у меня первый день на работе! Лера, кстати, а что мы будем делать с этой малышкой? Как мы найдем в маму? Или там, ну куда мы денем этого ребенка? Я без понятия, ну давай сейчас ты спать с ней пойдешь! Потому что я уже устала, поем банан! Нет, я на пустой желудок никогда не сплю! Сейчас я перекушу! Ну, конечно, Балди! И пойдем! И надо малыша покормить! Да, все хорошо! Ладно, ты иди готовься к школе! Хорошо! Балди, ты знала, что у нас есть второй этаж! Да ты что, такой недорогой, классная квартира такая! Вообще! И с таким офигенным вторым этажом! Так классно! Малышка, почему же она не спит? Лера, она постоянно плачет! Что же мне делать? Я без тебя! Балди, что я могу тебе сказать? Я спать тебе помогу! Мне завтра на работу рано вставать! У меня завтра первый день в школе! А мне завтра в школу! Засыпай, пожалуйста, пожалуйста, засыпай! Покормить, наверное, надо, точно! На голодный желудок даже дети не спят! Так, ну что, тебе нравится? Смешали, сделали смесь, накормили малышку! Лера уже спит, ей завтра рано вставать! Я тоже вырубаюсь, уже сил никаких нету! Ну все, пока! Так, все, Балди! Я приснулась, я в школу! Бай-бай, адиос, удачи! Пока! Кстати, Лера, нам же нужно малышку в садик сдать, потому что мне нужно на работу! Тук-тук, здравствуйте! Сейчас все будет быстро! А где воспитатели? Есть кто-нибудь? Извините, а есть тут кто-то? Ой, вот возьмите малышку, можно вам сдать? Ой, да здравствуйте, хотите? На один денек, получите ребенка! А что у вас тут интересного? О, привет, мальчик! Слушай, а ты что, тут новый воспитатель? Для такого возраста тебе бы самому в школу ходить! А ты тут детей будешь воспитывать? Ну ладно, я надеюсь, ты справишься! Так, все, пойдем! Пойдем, Лера! Я уже в школу опаздываю! Да, сейчас уже автобус поднедет! Так, все, здравствуйте, захожу в свой класс! Ой, как тут прикольно, как тут все красиво! Здравствуйте, я ваш новый учитель, буду преподавать в вашей школе! Какие у вас тут прикольные примеры математические! Вы знаете, я очень хорошо знаю математику, люблю там это считать, то да сё! Ух ты, вы наш новый учитель математики! Это же прекрасно, вы будете меня заменять! Ой, вы знаете, у нас прекрасные дети! Не волнуйтесь, у вас идеальный класс будет! Ни за что не переживайте! Ура, я свободна! Наконец-то нашли замену мне! Эти ужасные дети, они же разносят класс, ненавидят математику! Слушай, как-то странно, она так быстро ушла! Это очень подозрительно! Куда она это делась, не могу понять! О, какие у вас красивые девочки! Ой, такие разные! Да, они у нас милашки! Ой, ну одна девочка на вас очень похожа, а вторая беленькая совсем не ваш, наверное, ребенок! Вы что, это наши близняшки? Ну или двойняшки? Что? Какие же они близняшки или двойняшки? Они совсем разные! Так, что вы приступили с нашим детям? Они самые лучшие детки в мире! Не, я конечно понимаю! Юля, уйдем от нее, она мне надоела! Вообще, они действительно у нас, Юля, очень разные! Ну и что? Влад, дети бывают разные, когда они двойняшки, они вообще не обязаны быть похожими! Юля, ну у нас Оливия на нас очень похожа! Смотри, наша малышка уже подросла, у нее такие волосики красивые! А мы ее еще имя не придумали даже! Напиши мне в комментариях, какое имя у нее будет! Посмотри, это же Влад А4! Влад А4 и Юля! Блин, они так красиво выглядят! Посмотрите, у них тоже два ребенка! Один прям на них похож, а другая малышка очень похожа на нашу! Обалдеть! Слушай, Лера, ну наверное все дети в таком возрасте очень похожи! Не обращай внимания! А почему Влад А4 так странно на нее смотрит? Может быть мы чего-то не знаем? Слушай, Лера, может быть он тоже что-то начал подозревать? Второй его ребенок один в один похож на нашу девочку! Ну да! Юля, тебе не показалось? Да, Влад, я реально в той коляске увидела копию нашей дочки! Это очень странно, мне надо все узнать! Балди, мне страшно, что мы малине скажем про малыша? Ну ты знаешь, Лера, я еще сам пока не придумал, что мы скажем, я не знаю! Ай, ну идиот, все! Вот так, давай, надо что-то быстро придумать! Давай-давай-давай! Привет! О, вы здесь, друзья, вы меня встречаете, как классно! Как съездила туда, все! Ой, ребята, это был классный! Вообще по работе, конечно... А что? Балди, Лера? Малина, мы тебе сейчас все объясним! Только не переживай! В смысле? У меня не было совсем немножко! Лера, ты что, родила? Нет, конечно нет! Это Балди, малыш! А, нет, это... В смысле не Балди, малыш? Ну просто, знаешь, это... Мы его в капусте нашли! Да, да, в капусте! В смысле? Друзья, какие капусты? Да я шучу, не в капусте, а... Да мы его подбросили! Да-да-да-да-да! Балди, я в шоке! Я вас оставила ненадолго! Вы сказали, что у вас тут все будет хорошо! Это не мой ребенок! У нас все было хорошо! Малина, только не волнуйся, я сейчас все объясню! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok